Все было спланировано, но держалось в тайне. Согласно установкам главаря нацистов Гитлера и его сообщников, вооруженная агрессия против СССР должна была стать особой войной за жизненное пространство на Востоке. В этой захватнической войне открыто делалась ставка на физическое истребление большинства советских людей. Уничтожить, стереть с лица земли – ставка на неожиданность, мгновенность. Без объявления войны они вторглись на наши земли первыми. Приняли на себя удар брестские пограничники, 17-й погранотряд, герои, мужеством своим в бессмертии шагнувшие. 51 боец Красной армии 1941-го 21 июня 2016-го стоял в строю. Для них был проведен боевой расчет и вместе с сегодняшними пограничниками они вышли на защиту государственных рубежей. Как 75 лет назад их подвиг бессмертен. Они погибли, но память о них живет и будет жить, пока мы помним о них. Лейтенантах и капитанах, сержантах, майорах, офицерах и рядовых. Это цель акции, которую инициировали военнослужащие Института пограничной службы Республики Беларусь. Сама акция, которая сегодня апофеозом являлась именно молодежного проекта, мужеством своим бессмертием шагнувшим, акция боевой расчет, она родилась, скажем так, в дань памяти тем пограничникам, которые сложили свои головы, действительно, 22 июня, да и в последующие дни на пограничных заставах Белорусского пограничного округа, которые, некоторые из них, которые имена даже их были беззаветно, скажем так, и незаслуженно забыты. Мы находим родственников, пограничников, работаем в национальных архивах Республики Беларусь по, скажем так, возданию памяти, возрождению этих имен. И вот эта акция боевой расчет, она, скажем так, стала апофеозом этой работы. Мы планируем ее проводить ежегодно. На боевом расчете присутствовали многочисленные гости – брещане, россияне, учащиеся патриотических классов, военнослужащие сегодняшние и те, кто в отставке. Среди них человек, который приходит в эти дни в цитадель уже 40 лет – Вячеслав Алексеевич Лопатин, почетный пограничник Белоруссии. И уже 40 лет он сверяет часы. В 3 часа 30 минут ровно был открыт огонь по городу Устилугу, это пригород Владимир Волынска. И в то же время был открыт огонь по пограничной заставе. Вот единственное, что я запомнил, свои детские годы, а мне был четвертый год шел, я помню, как бежал, уже все горело. Вышка пограничная горела и деревянные постройки уже горели. Это ровно было в 3 часа 30 минут. Вы так бережно трепетно держите часы, вы сверяете минуты? Да. Я уже сверяю их здесь 40 лет. Я в 76-м году сюда прибыл и всегда прихожу на это место здесь и сверяю часы. 3 часа 30 минут. Больно. Да. Я никогда не могу спокойно об этом говорить. Это уже мой долг, моя обязанность. Это святое дело. Святое дело памяти. Мы помним, подтверждая тем самым, что события Великой войны не забыты, а эпоха трагических 40-х еще долго будет жить в сердцах потомков тех, кто пережил эти непростые годы. Подвиги пограничников тех лет, пограничников, которые приняли первый бой на границе утром 22 июня 41-го года, заслуживают особого внимания. Брестская крепость – это символ стойкости и нерушимости границ Советского Союза. Это символ стойкости и мужества всего советского народа. Он таким был, таким и должен оставаться. Нельзя забывать то, что свято. Тем, чтобы можно было всем поколениям передавать эту память, и она жила в веках. Главный урок войны – научиться ценить мир – был получен слишком дорого. И львинную долю этой цены заплатили своей кровью известные и безымянные герои Брестской крепости. Так будем достойны их памяти.